welcome 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 дорогие друзья давайте child of light snow поставим на начало и у нас опять игра и опять команда рекординга команда рекординга которая регулярно пытается выигрывать турнир ввс кубок ввс кубок номер один в этом году проводится и у нас новые новые коллективы давайте посмотрим сюда команда эйфория только что одержала победу от команды nothing to lose прошли в следующий круг даже замены они заменили своего на декере на эту партию потому что у нас основная часть турнира проводится в один день финальчики проходят во второй день как вы знаете чтобы игроков не мучить но иногда может быть стоит даже их мучить чтобы тогда не было вот этих замен и команда cmd тоже сегодня будет замены играть их капитан команды hard random алекс сегодня не успел прийти с работы отпроситься он так и не смог и в итоге cmd попросили игру с заменами так что никто же сегодня замены и сейчас у нас два коллектива заменами и единственный финалисты сидят и радуются потому что они заранее еще вчера сказали что сегодня они играть точно никак не могут и поэтому мы финал перенесли на субботу ну если она всех устроит тоже последний момент а так турнир будет номер два где-то через полтора два месяца попадет он скорее всего на май на начало мая то есть там как раз майские праздники будут вот все такое возможно как раз сейчас даже могу по календарю посмотреть чтобы на 1 мая не попасть а блин 1 мая как раз блин хреново либо я попадаю на 1 мая либо и на 8 мая попадаю и там и там бухие все будут хотя кто будет бухой ребят у нас же киберспортсмены киберспортсмены это тоже спорт никто не пьет все только занимаются лига легенд и развивает свои навыки так что вот на 1 мая тогда турниры проведем а ну либо чуть чуть раньше перед первом мая что у нас там получается тогда 24 апреля не это мой день рождения не совсем логично 15 мая слишком поздно посмотрим вот в эти даты будем пытаться чтобы в субботу попасть до кольщик играет какой кольщик ты по никнейм опровержался у нас диза лейтет замена и а диктот хейта замена две замены разрешены на турнир так что все в рамках закона всегда это я разрешал единственное было всегда правило то что нельзя делать замены тех игроков которые играли уже на этом турнире за этим конечно прям уследить не могу я помню там вот был вброс один единственный наверное это единство такое дайте некрасивые какие-то слова были как будто он что-то может тоже против этого сделать это сейчас будет даже звучать некрасиво просто flash in the night это был прошлом году тоже такого рода турнир и я там однажды сидел просто смотрел как трансляция проводится все это надо же посмотреть как другие люди тоже делают такого же рода турнир может быть какие-то фишечки взять может быть что-то улучшить в своем контенте это абсолютно нормально и прям в этот момент кто-то там что-то написал про мой турнир и он сказал что мой турнир чуть-чуть хуже потому что я не могу уследить и откуда мне знать какие про геймеры здесь играют как я это все узнаю я тут про себя подумал а как он про это узнает то есть но я могу спросить рекординг ты про геймер но такой нет не про геймер спасибо то есть я не знаю кто такой addicted hate addictive hate если там сейчас играет ананасик на этом аккаунте ну извините я думаю никто за эти проследить не может я же не буду сейчас со всеми созваниваться и спрашивать ты ананасик а он такой нет я ну я не знаю даже голоса ананасика так что тебе поверю на слово но вот это вот такой был момент но если кто знает как с этим бороться подсказывайте потому что действительно ну конечно же хотелось бы чтобы в турнире не было жестких смурфов у команд смурф имеется ввиду про геймеры которые официально все же запрещены на турнире и не были повторные люди то есть например то же самое вот какой-нибудь команда уже вылетела и человек с той команды пришел просто с другого аккаунта играет за этим тоже невозможно уследить вот до регистрация по паспорту я поэтому провожу турниры во время lcl да и никто не может играть я признаюсь у нас был в лесу жесткий смурф но играл в лесу смурф который жесткий играл лесу нас тут пауза произошла но это стандартная пауза перед начала матча чтобы все нормально залогинили чтобы ни у кого ничего не не болело тут теперь понять кто куда потому что у нас появилась кайса и появилась вейн вейн с экзостом вполне вероятно что это вейн медлейнер против афелия владимир на топе против отрокса и олаф против картуса гипер лейтгейм просто набрала синяя команда но лейнг фаза их оставляет желать лучше при этом есть владимир довольно сильный чемпион который может как на медлайн так и на топ пойти сейчас свапайте начнут организовывать красная команда спбпу я их по старинке называю спбпу они хотели чтобы я их эйфория называл но какие эйфория название нормально когда придумать тогда поменяем им его cmd до cmd гипер лейтгейм у них тут четыре чемпиона в лейтгейм идут и еще лула усиливающая каждый из них то есть это просто невероятный монстр тим получается но при этом я не вижу никакой синергии между всеми этими чемпионами карту со своим замедлением и понижением магической защиты и при этом два адекерия хоть и для них есть луну такое что касается красной команды у них больше синергии имеется все же галя усиливающий олафа ворующий вега статы он точнее статы а ульты они не ульты от заклинания жизни жизни ворующий у других отрокс лейтгейм чемпион отрокс определенно неплохо лейтгейме он не гипер лейтгеймовский чемпион я скорее тут лулу к этому роду относил у него средняя стадия очень хорошая у атрокса и в лейт у него есть выход то есть например сравнивать гнара и отрокс я думаю они примерно равны в конце игры так что атрокс в отличие от риниктона у него больше перспектив в концу партии ну что ж тут пул красного бафа для карту со карту следовательно будет проводить маршрут через весь красный свой лес выходом в синий олаф делать наоборот синего на выход красный по скорости они будут фармиться примерно одинаково быстро нас больше интересует конечно дуэлянская линия вот на топе кто из этих брузеров победит по вега сложно определить потому что вега все еще на про сцене так и не начал играться а что касается солоку то у него все стадии игры как будто сильные но правда при этом поменял местами их владимир в итоге будет стоять на медлене вейн будет то против него адекерить но это как люциан если бы был на медлайне правда люциан имеет меньше перспектив в лейтгейме зато больше сил на начальной стадии игры кайса под лулу наверное не лучший вариант возможно даже стоило кайса вообще отбрать на медлайна у нас здесь попадает под проказ вынуждена кайса выдавать экзоц на афелия чтобы тот ее сильно не бил по проценте комиссии кому интересно поставил 60 за красной команды начала 60 за ними же среднюю стадию игры порядка 70 процентов за красной командой 30 процентов за красной команды и за синий 30 70 процентов концовку вы поняли мысль потому что у них более сильный лейтгейм у нас дуэлька начинается на топе где вега почти убивает отроксона отрокс дает одну авто атаку и отхиливает почти столько же сколько тот нанес по нему урона а на потлайне лулу со своим хилом и гардианом не будет давать нормально реализовывать себя галю я вообще думаю что галю не надо было брать в этой игре и гнайт и надо было думать только об экзосте помедленнее всех всех запутал не ничего не запутал синяя команда 40 40 70 красная команда 60 60 30 все такие размеры картос находится с уолова дает по нему замедление паркушек если попали будет хорошо крышает олаф от флэш это потому что у него нет приоритета на топе и топпер его закрывает он идет хороший сайт степ но его все равно притянут и успеет ли он добить отрокса вместе с вега не успевает и вега пассивки не хватает потому что там триум срабатывает и первая смерть рекординга наверное лучше было флэшится в карту со вот в данный момент я сейчас думаю да он попал под вот эту ситуацию вега отменили и флэш отрокс просто красивый кел так вот ему надо было на флэшится сразу в карту со и он выигрывал эту дуэльку конечно же потому что поднял бы там свой собственный топор здесь галю флэш инициацию делает кайса отслышивается в ответ и телепортация уголе у нет теперь эскейпа отрокс с дабл баф унес одним лишь красным бафом гонится за афилия и филия отфлэш сагали они бьют 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 и он упрыгивает сторону выживает олаф рядом но не уверен он что может сейчас устраивать дуэльку 2-0 в пользу синей команды новые лидеры вот новый такой коллектив дико сильный который пришел заняли не правда второе место пока что потому что проиграли команде гиперфиналисту со счетом 02 но как минимум все эти три команды попадает в призы как минимум их ждет уже призовые и много очков я уже говорил вам что за первое место команда получает путевку на финал года команда за второе место которое борется она получит 20 очков рейтинга команда с третьего места получит 10 очков рейтинга ну и дальше там уже по системе они здесь 15 прошу прощения 10 у нас четвертое место получила уже сегодня команда нафинг тулуз темная лошадка общую темная лошадка просто неожиданно новые ребята но так и должно быть лига легенд не стоит на месте если вы думаете что можно быть вечно лучшим то это неправда о петязая пришел который пить петишая который замена которого произошла у нас сегодня без этого декера играет ведь он даже почти бы успел пока замена очень хорошо работают у синей команды они меня уже отмечал поменяли себе саппорта поменяли лесника на сегодняшнюю партию игры на youtube да будет выкладываться вчерашний матч все трансляции весь эфир точнее вся запись вот эта вот выложена была одним большим потоком а сегодняшние игры по одной будет выкладываться на эту не не я не успел на заводе все еще ничего себе вот так вот ребят на заводе и лигу легенд любит а вы говорите но это все дотерские замашки но дискиллы на топ-лайне произошли дабл килл для картуса правда возможно картус на этом и закончится и жить потому что 5 левел без маны максимум что может делать это автоатаками драться владимир предлагает ему сдаться ну и картус просто тянет время если честно хочет чтобы хотя бы в ответ вейн забрала что-нибудь там владимир решает его добить ну и картус будет воровать этот фарм у отрокса не он просто его замедлил своровать его не решился он так заработал зря владимир подсунулся потом под этот стаки и он играет его команда которая теперь стал уже легенд команда они заняли пятое место на этом турнире но и руна там не было видимо и урон совсем в учебу отдался вега пока не все так хорошо в этой партии его отрокс такое ощущение что дико легко доминирует вега пытается с ним еще за дуэлица автоатаками хватит ли ему урона дальше ульта нет и не хватит очень мало дэмэджа у отрокса был уже часть его костолома железный кнут он уже себе собрала здесь всего лишь вампиризм железный кнут вы знаете дает вам физический дэмэдж после активки еще дополнительный и больше отдает здесь всего лишь вампиризм до тяжело для вега будет эта партия дальше проходить нужно конечно же олафу не только дрейка делать но и помочь как-то эту линию исправить потому что иначе отрокс просто не будет давать ему фармится таунт от галю по двум игрокам но они спрятались под вышкой резалку отхила да можно было наверное вместо вампиризма вега взять резалку отхила против отрокс это вполне нормальная покупка афелий тем временем с двумя лезвиями готов тут каису доминировать олаф туда пришел на самом деле они ждали прихода картуса картус так и не приперся в эту точку сколько у картуса стаков уже получилось пять стаков тоже неприятная такая ситуация конечно гораздо страшнее бывает с олоку но пять стаков это тоже крупное число напоминаю что примерно с десяти стаков эта руна начинает оккупаться и становится уже крайне опасный за что так то лучше электрокьют вот если если сказать что больше 5 стаков картус не сделает в этой игре гораздо выгодней электрокьют или даже аркан комета там больше урона выходит но так как это руна ой-ой-ой влад отправился наступлением и его сразу же закрыли продан дает ульту по владе по владимиру яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй по владимиру доработали. Флэшится за Олафом. У Олафа есть ульта. Он ее нажимает. Убегает в сторону. В этот момент на подлайне. Рут по двум игрокам. Таун будет, конечно же. Лулу не успеет добить кайса. В итоге получает эту ульту. Афилия работает. На него сверху приземляется. Галлио спасает. Но Афилию надо отступать. Очень много отхила от Лулу. Щеточки дико крепкие. А Олафа тут решили все же подтовордать. Он дает автоатаку. Остается в живых. Все ж таки. Атрокс не выглядит как какой-то разгром, ребят. Но у нас в Бест-Оф-3 Бэм! Трипл килл для Картуса. У нас в Бест-Оф-3 эту партию даже если проиграют, можно еще начать камбэк в следующей игре. И теперь зная, насколько страшен Атрокс, насколько страшен Картус. Ведь по факту эти-то чемпионы ничего не делали. Ни Вейн, ни Кайса. Они не были страшны. Скорее просто слишком активные действия пытается проводить Черная Орхидея на линии своей. У нас Вьего поменялся местами. Давайте тоже их так расставим. Так вот. Они пытаются просто активно проводить игру. Фили мог бы спокойно фармиться без активных действий. А Галлио мог просто делать ротации по карте. Лучше было бы, наверное, даже. Не, была только на одну игру. На одну. Не на Бест-Оф-3, конечно же. Только на первую партию. Отдельная игра будет следующая. Но все равно это Бест-Оф-3. Это просто на выход в следующий круг же. Потому что это финал нижней сетки. Забавно, что сами ЦМД попросили вчера, чтобы по-моему, они, да, просили чтобы я сделал этот матч Бест-Оф-3, а не Бест-Оф-1. Так вот как-то они захотели. Ну, видимо, это было связано с тем, что они ожидали какой-нибудь рандомный... Опа! Красиво! Красиво. Виего. Пассивку решил не подбирать, потому что нынче от вышки вы увернуться не можете, подбирая пассивку. И он бы там погиб. А вот Влад, видите, занял позицию, на которой раньше был Виего. И там он чувствует себя чуть получше. Ну, во-первых, от Роксу тяжелее поймать Владимира. Хотя под вышкой сейчас если карта туда сместится, можно будет как-то что-то сделать. А во-вторых, это не дуэлька один на один, где ну, типа меч в меч. И один предмет решает. ТП! ТП от Рокса в спину. Галли опять делает инициативный ол-ин. Нет у него ульты. Афилия ловит. Афилия пытается покайтить, но у него есть флэш, и он не успевает его нажать. Ну и Галлия, скорее всего, тоже закроет. А Трокс Ай Сурвайвит просто на своем от Рокси доминирует. Не просто так это происходит. Ой, Таун по Вейн попадает, но... Гранд-финал тоже сегодня. Гранд-финал мы будем в субботу играть. Эту. Ну, либо в пятницу. Там наиболее удобное время для двух команд выберем. Не волнуйтесь. Ну, чтобы не было никаких замен, чтобы все ребята могли прийти, точно играть. Просто я еще не знал, какие команды будут обе в гранд-финале. Команда, которая уже находится в гранд-финале, их устраивает и суббота, и воскресенье, они сказали. Любой выходной день, вечер их устраивает. Не шибко поздно, не шибко рано. То есть, дефолтное время там 16.00. Ну, здесь... Здесь такая, знаете, игра уже законченная. Такое впечатление. Таун, правда, от Галлио неплохой по двум игрокам, но некому наносить урон. Олаф отбежал в сторону. Кайса делает свой врыв. Афелия только сейчас выдает ульту. Пытается побить, но там экзост, который решает. И Картуз опять свое выдает. Даблкилл. 8-1 Картуз. Дезолейтед. Просто съедает всех соперников. Влад вынужден здесь дает ульту по Атроксу, чтобы вылечить немножко себе здоровье. Но, правда, у него сейчас плаща нет. За ним идет спокойно. Плащ успел откатиться. Все нормально. Галлио вообще играбельный. Ну, фоллаут считает играбельный наш зритель, который летает с Diamond 1 до Diamond 4. Diamond 1 это все же пик его формы. Он сейчас играет в основном только Галлио. И говорит, что играбелен на роли саппорта. Но, конкретно в этой игре я не вижу полезности Галлио. Ну, сейчас, возможно, они Влада за счет его убьют. Правда, отхилала очень хорошего от Атроксу. Он своими автоатаками все установит. А Вьего тем временем цепляется за Вейн. На топе так и не убили. А вот Вьего совершает убийство. Снизу вышка упала. А Атрокс, видите, парочку автоатак восстановил здоровье и отступил оттуда живым. Ну, мидлейн Галлио, конечно, играбелен. Тут-то мы про Галлио саппорта сейчас ведем речь. Вейн ничего не может сделать. Вьего, конечно же, это брузер против Вейн. Опа! Картуса вылавливает. Помните о том, что Картус довольно сквишовый чемпион. Его надо добить. Оставляет килл Вьего, чтобы большой шатдаун он снял. Попадает он в замедление. Ускорение будет делать. Еще одна кушка. Там уже с другой стороны подходит Кайса. И в итоге Картуса никто так и не добил! Какая ошибка! На блок Картуса добивает ценой жизни. Я так понимаю, Олаф не хотел его добивать, потому что, во-первых, шатдаун можно отдать кому-нибудь из своих игроков, а во-вторых, ты там умрешь, потому что у него сразу прокнет пассивка, и он начнет своей кушкой кастоваться. А получилось, что никто Картуса не убил, и он все равно смог стенки ставить и ушел. 16-4. Очень много золота перевезся, потому что еще и фармились все игроки очень хорошо. У синей команды, обратите внимание, плюс 10 на топе, плюс 50 фарма в лесу, плюс 20-ка на мидлейне, ну это если в ЕГО на мидлейн отправить. И вот так десяточка Кайса лидирует. Ну а Феллиус здесь, знаете, такое горе от ума получилось, потому что очень много действий пытался Галлию организовать вот таких же, вот как сейчас. А у Феллии просто недостаточно было урона, чтобы эту линию победить Кайсу Лулу. Не забиваешь ты, забивает тебя, да. Здесь именно, что забивает тебя. Ну а Блокартуса добивать ценой жизни Олафа, и все нормально было. Бо Олаф сорвал бы тысячу золота, и все. А теперь вышка еще на мидлейне падает. Ну сейчас надо просто охладить трахание синей красной команде, прошу прощения. Спасибо за подписочку, кто там подписался. Большое тебе спасибо. Напоминаю, что вы можете повысить призовой фонд. Призовой фонд у нас финала этого 15 тысяч рублей сейчас уже есть. Если кто повысит, цифры эти я добавлю, конечно же. И вот эти вот ребята играют как раз уже за эту сумму денег. А так распределение... Надо посчитать, сколько там получается. Ну можем прямо сейчас посчитать, чтобы было все по-честному, как говорится. Ну обычно делилось получается сколько? Первая команда должна 9 получить, да, получается? И 6 на эти оставшиеся. То есть 9-4-2, да? 9-4-2. Так получается. Ай. Да, ну в картусе воевать это такое, конечно, сами понимаете. Правда, они в Вьего воюют. Подождите, Вьего же тоже умер, как картус. И он довольно много урона нанес, но этого недостаточно. Размен получился 4-2. Ну да, разделение по деньгам, я думаю, это правильно будет. 9-4-2. За 3-е место 2000 рублей нужно. Могу вообще ничего не давать. Я думаю, ребята будут рады даже такой сумме. Поучаствовали в турнире абсолютно бесплатно. Но пока еще они не проиграли. Зря мы уже тут закапываем рекординга. Это многократные чемпионы нашего турнира. Да, они встретились с каким-то невероятным соперником. И напоминаю, что рекординг вчера, например, выиграл московский турнир, в котором я спрашивал у него про правила, кто может участвовать. Он вроде ничего мне не ответил, но я сам помню, я смотрел правила этого турнира. Там действительно могут участвовать практически все игроки. Там не обязательно, чтобы все пять игроков были москвичами. Турнир просто называется московский турнир. Надесят Рокса пытается убить вчетвером уже. И получится, да, но шатдаун достается Галю. Но ничего страшного. Это прям в преддверии дракона было убийство совершено. Может быть как-то сейчас вокруг этого покрутиться, там Дрейка забрать. Ну а телепорт есть у Атрокса. Он успеет сюда прилететь на ТП, да. Надо отступать, наверное. Во многом надо сказать спасибо большое для... Как нам никнейм был у того чувака, который как раз там призовой фонт и повысил. Который Дейн Лайт нам заказал. Ариэль. Чё, копай. Тук-тук. Вот он вложился в основном на дистиннициацию. Идёт по Олафу. Да, да. Смывайте кус. Опа! Можно поймать сейчас Картусу. Картусу продает Жоню. Он её прожмёт. Таун не сработает. Картуса скорее всего не убьёт. Да. Вот те раз. И ещё Картус добивает Галю. Оставляет даблкил для Картуса. 13 убийств для Дезолейта. Какая-то нереальная жесть происходит, ребят. Вот так вот Картуса пикаете в Олафа и доминируете. Ну, главный ключевой момент был, конечно, на том Крабе. Олаф без приоритетов своих линий пошёл за Краба воевать и испугался сам этой войны. Хотя, мне кажется, он мог его гораздо более активнее там провести битву. Отрокс слабее в поздней игре. Ну, относительно Владимира он слабее. Относительно Вьего, думаю, тоже. Но так, на самом деле, он не особо слабый. Он сильнее Ринектона будет. Сильнее, наверное, Дариуса будет. Даже не наверное, думаю, точно. Просто на Шора отправляется. 4 тысячи осталось, На Шор достается. Никто из красной команды туда даже не идёт смотреть. Они, я уже говорил сейчас. Их главная задача это охладить это вот Трахания у красной команды. Успокоиться, забыть про эту игру. Просто убрать страшных чемпионов, которые им помешали выиграть эту партию. В данном случае, я думаю, Картус тут даже не обсуждается либо делать жёсткий контрпик к нему, либо его банить. Ну и подумать о Кайсе, потому что Кайс от Попенского оказался очень сильный. Шатрокс, мне кажется, не оказался такой уж прям гигантской проблемой в этой партии. щадите их души. Щадите их души. Ну, кто-то говорит, может Вьего не стоило брать. Ну, может быть. Вьего делает инициацию по Вейн, цепляется за неё, выдаёт замедление, парочку автоатак, и Вейн погибает. Поднимает он стаки Вейн, в этот момент Атрокс пытается повоевать вместе с Картусом против всех. Вейновская пассивка, парочку автоатак, Лулу выдаёт ульту на Атрокса и Атрокс пошёл джебошить. Также Кайса делает первый келл, второй келл, третий келл, трипл. И осталось только W кинуть. Видит ли она его? Ну, наверное, видела, но на КД была W у Кайсы. Да, слишком долго тут откат. Ну, вот, если бы сейчас не проигрывает 15 тысяч к этому моменту, можно было бы даже и выиграть. Ну, а так что у нас получается? 1-0 в пользу команды CMD. Выбор страны сейчас будет за командой из Санкт-Петербурга. Они будут иметь право выбирать это. Трахни! Или ещё не закончат игру? Не, ещё не закончат игру. Вега не дал им так легко закончить эту партию. Говорит, вам ещё раз придётся нас победить. Ну, я думаю, синяя команда и не против. Дариус он действительно слабее. Потому что он под кетч сетап чаще всего выстраивается. Хотя в данной конкретной игре он бы тоже себя чувствовал неплохо. Но что очень много будет битых чемпионов у красной команды и Дариус бы мог здесь отработать под Лулу на максималочку. Здесь просто Лулу усиливает как раз этого чемпиона. Создавая такую непробиваемую машину урона. Галю вылавливают он пытается таун прописать по всем на ульте не успевает уйти в карту что попытался ворваться Вьего но теряет тонну здоровья от Кайсы и Вейн здесь погибает но от Рокс вы видите просто просто это это машина у него еще скин такой прям Солид разрешено на турнир не ну конечно конечно можно было сдаваться если хотели я думаю это правильно то что доиграли попробовать то стоит еще побегать побегать помучать соперника это абсолютно нормально ну что ж переходим к игре номер 2 совсем скоро начнется пока маленький перерыв чик